Приветствую вас. Да, мужчина поступает в пределах нормы. Он пока что не делает ничего плохого. Он вам не изменяет, да, он только скрывает общение свое. С этой девушкой, но он связан и это может быть с разными обстоятельствами, такими как, например, ваше негативное к этому отношение, такое как, там, его какие-то переживания, его неуверенность и прочее, но в целом, его позиция по данному вопросу, на мой взгляд, является нормальной. И они 10 лет общаются 10 лет и вы появляетесь недавно и сразу начинаете, условно говоря, требовать от него, чтобы он перестал общаться с той, кого он знает очень давно. Естественно, с вашей стороны, это идет такая экспансия своего рода и попытка защитить то, что вам принадлежит. И который, соответственно, могут у вас отобрать, что, конечно же, в корне является неверным и деструктивным восприятием человека и человеческой ценности в частности. В основе лишить, по общему правилу, ревность, ваша ревность, которую вы испытываете и которая стала возможной благодаря, например, вашей неуверенности в себе, например, страху остаться одной, например, занизенной самооценке, сравниванию себя с другими людьми и неким болезненным отношением к сексу, акцентрированным отношением на секс. Также это может быть благодаря негативному опыту отношений, как родителей, так и ваших, где присутствовали измены. И особенно часто это возникает у людей, в семье которых родители друг другу не доверяли. Глобально, да, вы не доверяете своему молодому человеку глобально. И глобально, да, можно говорить о том, что вы действительно как-то вот в нем сомневаетесь. И глобально молодому человеку может быть это неприятно. Он понимает, что ничего плохого не делает, а вы все равно от него требуете по факту расстаться с подругой. Вот. Вот если бы вы бы увидели, что он делает что-то не дружеское с ней, вот тогда, по-моему, было бы уже что-то говорить. А так, к сожалению, правота исключительно на его стороне. К сожалению. Для вас. К сожалению. В этом случае, если вы говорите, что не хотите терять его, то работать нужно над собой и со своей ревностью, а также с снижением для вас его ценности. Вот. И если вы говорите, что вы его любите, то я бы здесь посмотрел, как ваша любовь дифференцируется. Она дифференцируется на то, что вы хотите для себя, и она дифференцируется на то, что вы хотите для, например, других. То есть, на то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите, например, для своего молодого человека. К примеру. Вот. И, в общем-то, это разные вещи. Это очень разные вещи. И любовь, любовь представляет из себя именно то, что вы хотите для другого человека. Не то, что вы хотите для себя. Вот. Если же вы хотите, если же вы хотите чего-то для себя, то речь о любви здесь не идет. К сожалению, опять же. Да? Вот. Ну, потому что, когда мы любим, мы хотим что-то сделать для человека, а не для себя через него получить. Это не любовь. И поэтому я задаю вам вопрос, и надеюсь, что вы ответите на него максимально честно, насколько это для вас, вообще говоря, возможно. А именно, почему вы не хотите терять молодого человека, и по какой причине вы ставите ему ультиматумы. То есть, вот как это, то, что вы ставите ему ультиматумы, соотносится с любовью. С тем, что вы не хотите его терять? Да. Это соотносит. С тем, что вы не хотите его терять. Но, вы его не хотите терять для себя, ведь, вы не хотите его терять, потому что он нужен вам, молодой человек. Знаете, какая штука? Молодой человек нужен вам. Но, если вам нужен молодой человек, так не свою ли вы потребность пытаетесь удовлетворить за счет, например, него? И насколько это справедливо и честно, уже по отношению к нему. Насколько это справедливо. Знаете, какая штука, какой момент. А вот в этом направлении я и предлагаю вам двигаться. То есть, вместо того, чтобы пытаться, да, вместо того, чтобы пытаться, эм, значит, ставить ультиматумы, вместо того, чтобы пытаться контролировать, молодого человека, разобраться в себе и в своих чувствах. Например, почему вы видите угрозу в его подруге, с которой они общаются уже 10 лет, и почему вы считаете для себя нормальным и правильным, встречаясь с молодым человеком недавно, и не будучи его женой, ставить ему такого рода ультиматумы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok